Всем привет! Это передача Холостяк и с вами Дэйв Катан, я ваш ведущий. Я буду снова пытаться найти свою идеальную девушку. Как вы уже видите, я в этом не преуспел, но я не планирую на этом сдаваться. Я верю, что она где-то рядом, что она где-то меня ждет. Кстати, если моя идеальная девушка смотрит это видео, можно написать в комментарии. И бессменный спонсор Холостяк, онлайн-школа английского языка English. Если вы, как и я, вдруг ищете свою вторую половинку не где-то там, а именно за границей, ну не знаете английского языка или плохо знаете, сомневаетесь в своих знаниях, всегда можете перейти по ссылке внизу, зарегистрировавшись на бесплатный урок по английскому языку. Там вам обязательно подтянут ваш уровень английского языка и вы сможете блеснуть своими знаниями и покорить своего избранника или избранницу. А мы начнем. Сегодня героинями нашей передачи стали две девушки, одна из России, другая из США. Я лично родом из Калифорнии и прожил там половину жизни и половину жизни в России. Поэтому я, как никто другой, могу сделать сравнение девушек по разным параметрам. Разумеется, что это не факт, это просто мое скромное мнение, но попробуем что-нибудь из этого выбрать. Сейчас я буду сравнивать двух участниц по разным параметрам. Та, которая, по моему взгляду, более подходит, я буду ей дарить розу. В конце та, у которой останется больше всего роз, станет моей избранницей. Все просто. Первый критерий, по которым мы будем рассматривать, это воспитание. Хорошо, начнем с того, что в семьях американских, например, принято понятие allowance. Это когда детям за проделанную работу домашнюю, помыть посуду, покосить траву, убрать комнату и так далее, платить деньги. Да, называется allowance. Не знаю, не знаю, если да, нет, нет, я знаю, я же знаю, блядь, я же 14 лет в России. В России не так, насколько я знаю. Нету понятия, что родители платят деньги за проделанную работу домашнюю, элементарно помыть посуду или что-нибудь такое. В России это просто необходимо делать. Подход психологический американских девушек, они считают себя более независимо финансово, нежели русский. Возможно, они правы. Вы наверняка неоднократно слышали, что американские девушки, когда идут на свидание, они платят сами за себя. В русской культуре чаще принято, чтобы девушка не платила на свидание. И это вполне адекватно. Мне лучше подходит русский вариант. Мне лучше подходит русский вариант, потому что я люблю обеспечивать, помогать и дарить. Такой я вот, щедрый человек. Из моего личного опыта, сколько я встречался с американскими девушками, с русскими, я заметил одну вещь, что американки, они более карьеристки. Не всегда смогут так долго поддерживать. Бывают всякие в жизни удачи, бывают всякие трудности. Русские девушки намного проще в этом плане. Они всегда идут почти до конца. Отношения с русскими девушками намного крепче, по-моему, чем с американками. От воспитания зависит действительно и от того, что судьба у русского народа намного сложнее была и есть, чем у американского народа. Наверное, от этого взаимоотношения, крепкость души и понимания более чувствуется с русской стороны. Поэтому я вот этот цветок вновь отдам русской девушке. Ну, в следующем критерии про деньги, про заработную плату будет все-таки очень спорный момент, потому что как в Соединенных Штатах, так и в России тот, кто платит, тот заказывает музыку, да, разумеется. Так как я ранее упомянул, что американки более карьеристки и они настроены быть более независимыми, чем русские девушки. И я не желаю, чтобы моя спутница-избранница делала больше денег, чем я. Хочу быть крепкостенной. Следующий пункт будет, кто лучше домохозяйка? Мне кажется, что по всему миру бытует стереотип, что женщина должна все время убирать дом, мыть посуду, пылесосить, мыть пол и так далее, зеркало-окна. Это мнение бытует также в Соединенных Штатах. Скажу по секрету, я уже довольно долгое время живу сам. Понял, что мне нравится самому готовить, я могу сам убираться и мне даже как-то ослабляет это, честно. Я послушаю свою любимую музыку. Хотел бы ли я, чтобы это делала девушка за меня? Не знаю даже, может это заберет возможность мне расслабляться. В этом пункте будет ничья. Никому не секрет, что американки могут в пиджаме ненакрашенными выйти в магазин, вынести мусор, не знаю, или просто по району ходить. Русские девушки вряд ли это сделают. За сколько лет жизни я живу в России, я очень редко, если видел это, это было очень редко. Русские девушки намного больше выделяют времени своей внешности, чтобы красиво одеться, надеть каблуки, накраситься, сделать прическу, чтобы пахнуть вкусно и так далее. Не скажем, что американки не делают это. Они если делают это, они делают это очень, очень здорово. И даже, даже больше, чем нужно иной раз. Наводят макияж, ресницы, так что они могут полететь туда, в космос. Наверно, сделал ничью, потому что и те, и те следили за собой одинаково. Я не могу сказать, что те девушки, с которыми я встречался в Штатах, они менее за собой следили внешне. Поэтому тут будет ничья. Будет мнение, что американские девушки более консервативные и религиозные. Так ли это? Нет. Блять, что хуй дальше, е**та. Не знаю, с чем это связано, наверное, со воспитанием, с историей сложной русского народа. Но я заметил из тех и тех отношений, что русские девушки более верные. Поэтому цветок идет русским девушкам. Русские девушки бывают очень бравые, но американки тоже нисколько не уступают. В Америке бывает такое, что за джипами, за пикапами больше можно встретить, нежели в России. Увидеть женщину в ковбойской шляпе за рулем пикапа меня лично заводит. Поэтому я отдаю этот цветок американской девушке. И что, дорогие дамы и господа, по итогу нашего шоу побеждает ничья. Все вы прекрасны. В этом видео я всего лишь хотел поделиться с вами некоторыми фактами и своим скромным мнением. То, как бывает в России и в Америке. Но вы знаете всегда, что все дамы прекрасны по-своему. Ну все, дамы и господа, мы пришли к концу. С вами был Дэйв Катан. Если вам было интересно, обязательно ставьте палец вверх и пишите комментарии, что вас больше всего удивило в этом видео. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. See you. Я буду снова пытаться найти свою идеальную девушку. Субтитры сделал DimaTorzok